Приветствую вас, мои друзья! С вами Румяша. И сегодня я вам хочу рассказать интересную сказку о ромашке, солнышке и дождике. Педагог по актерскому мастерству, актриса и больничный клоун. Все эти специальности успешно совмещает брещанка Валентина Романюк. Правда, из-за пандемии деятельность пришлось приостановить. Но сидеть сложа руки – это не про нее. Девушка решила работать через интернет. Запустила онлайн-проект «Сказки на ночь». Идею реализовала на площадке Инстаграм. Катализатором моего проекта, как это ни странно, явилась пандемия. Потому что наш центр, где я работаю педагогом по актерскому мастерству, перешел на дистанционное обучение. Мне очень не хватало детей, мне очень не хватало выплеска творческой энергии, мне хотелось что-то делать. И вот придумались вот такие вот сказки. По образованию я биолог, по призванию я актриса, как я называю. Я обучалась в театральной студии, также закончила курсы при драматическом театре, закончила тренинги по больничной клоунаде. И все вот этот вот опыт мне пригождается, и я реализовываю себя в сказках. Сказки детям Румяша, она же Валентина Романюк, рассказывает в вечерние часы. Трансляция продолжается около пяти минут, но время съемок может занять до пяти часов. Снимает на обычную видеокамеру телефона, читает неизвестные произведения, адаптируя их под себя. Затем сама все монтирует и выкладывает в сеть. Задействован в творческом процессе и муж Валентины. Он мой оператор, то есть он мне помогает настраивать свет, звук, записывает все это. Дальше я уже сама справляюсь, я придумываю сказки, я их реализовываю, я монтирую эти сказки. И уже получается такой совместный проект. Но меня очень радует, что он не относится к этому как просто к какому-то непонятному хобби. Он поддерживает меня в этом, и я очень рада. Отдельного внимания заслуживает реквизит. Чего только нет в голубом чемоданчике. Игрушки для кукольного домашнего театра получаются из самых обычных вещей. В ход идет картон и зубочистки, вязальные нити и прищепки. К примеру, у принцессы сделано из простой деревянной ложки, а смешного змея Луна Валентина смастерила из плюшевого носка. Кукол-рукавичек добрая сказочница тоже изготовила самостоятельно. В каждом персонаже любовь. Быть может, из-за этого ее сказки так полюбились маленьким непоседам. А это значит, что и после пандемии проект будет жить. Многие мне пишут, что такой приятный голос, бархатный, сразу засыпаю. Даже взрослые пишут, что я включаю на ночь эту сказку и засыпаю под румяшу. Мне очень приятно это слышать, конечно же. В будущем я хочу сделать такое творческое арт-пространство, где можно не только смотреть сказки, но обучаться разным развивающим играм. Возможно, преподаватель-логопед тоже будет с детьми заниматься. Ну, то есть такое развивающее пространство для детей.